Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык» за 50 уроков. И следующий глагол – это глагол «manage». Во-первых, «manage» переводится как «управлять». Наверное, отсюда слово «management» близко по смыслу к слову «управление». Но «manage» имеет и другое значение. Это суметь что-то сделать. И здесь необходимо знать оборот. «Manage to do something», то есть суметь что-то сделать. К примеру, «я сумел пройти этот тест», то есть просто форма «manage», то есть «I managed», «I managed», «пройти» или «здать» – это «pass». Но, разумеется, видите, неправильная форма, и здесь также по форме «manage to do», то есть «to» плюс глагол. «I managed to pass» – это «test» – «this test». «I managed to pass this test». Видите, «pass» – долгота. «I managed to pass this test». К примеру, «я сумел преодолеть все эти трудности». Опять же, «я сумел» – это «I managed». И на автомате, видите, ставим «to», «manage to», «I managed to». И «преодолеть» – это глагол. Давайте посмотрим транскрипцию. Она реально помогает. «Overcome», 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 «overcome». Видите, как «о» и «кам». Основное ударение на второй слог. «Overcome», «overcome». «Все эти», «all these» и «трудности», «difficulties». Видите, на конце «is» – «difficulties», «is» – «difficulties». В принципе, мы подробно это разбирали как раз в уровне А1 и А0, именно как произносить правильное окончание. «Difficulties». «I managed to overcome all these difficulties». Опять же, видите, если это более американский вариант, то может быть «overcome», «р», «р», «overcome». Если чисто британский, то без «р». «Overcome», «overcome», «overcome». «I managed to overcome all these difficulties». «I managed to overcome all these difficulties». Итак, «manage». И очень важно, наоборот. «Manage to do something» – сумеешь это сделать. «I managed to pass this test». «I managed to overcome all these difficulties». Далее. Есть такой глагол, как «relax». «Relax» переводится как «отдыхать», «раслабляться». Да, конечно, есть выражение «have a rest», «отдыхать». И даже «relax» – это «отдыхать» и «раслабляться». И в этом контексте «отдыхать» давайте использовать «relax». Потренируемся. «Я решил отдохнуть немного». «Я решил» – это «I decided». «Отдохнуть». Видите, неправильная форма. Значит, «to» плюс глагол. То есть «decide to» плюс глагол. «I decided to relax». «Немного». Значит, «мало» – это «little», а «немного» – «a little». «I decided to relax a little». «Я решил отдохнуть чуть-чуть». «Я решил» – «I decided». Опять же, видите, «отдохнуть» – неправильная форма. «Decide to» плюс глагол. «I decided to relax». А вот «чуть-чуть» – это выражение «a bit». «I decided to relax a bit». «I decided to relax a bit». Видите, «a little» – «немного», «a bit» – «чуть-чуть». «I decided to relax a bit». «Одобрять» будет «a prove». Но полезно также знать, какие предлоги именно используются. И в частности, «одобрять что-то» – это «a prove of». «Я хочу сказать», «что я одобряю это решение». Видите, вначале вводная фраза. Я хочу сказать, что «I want to say that» – «я одобряю». «I approve». Видите, но также привыкаем именно к нужным предлогам. «I approve of» – это решение. «This decision». «I want to say that I approve of this decision». «Visit» – «посещать», «навещать». Да, «visit» – это «визит» и также глагол. Вопрос. «Ты когда-нибудь посещал англоязычную страну?» Видите, «когда-нибудь» или «когда-либо» – это слово «ever» указывает на «present perfect». «Ты когда-нибудь», «have you ever» посещал, «visited» англоязычную страну?» И помните, что в этом выражении нужно поставить неправильный артикль. Можно перейти англоязычную или англоговорящую. С артиклем получается «an English speaking country». «An English speaking country». «Have you ever visited an English speaking country?» «Have you ever visited an English speaking country?» «Aprove of» – «I want to say that I approve of this decision». «Visit». «Have you ever visited an English speaking country?» «Ставить» – «set». Неправильный глагол и видим, что три формы совпадают. «Set», «set», «set». Но часто используется в контексте «установить какую-то программу». Но здесь уже когда используется не просто «set», а «setup». То есть, к примеру, я только что установил эту программу. Только что «just» указывает на «present perfect». Я только что… «I've just…» А вот «установить» – это «setup». «I've just set up» эту программу, «this program». «I've just set up this program». В принципе, также близко как раз по значению к слову «инсталировать». «Installed». «I've just installed this program». Часто именно говорят «setup». Это более неформально. «I've just set up this program». «Brush». То есть, можно сказать, если мы говорим здесь «clean my teeth», то есть «чистить зубы» о себе, или «brush my teeth». И так и так допустимо. Там «он забыл почистить зубы». «Он забыл». Это обычное прошедшее время, просто факт в прошлом. «Он забыл». «He forgot почистить». Видите, неправильная форма. Что делать? Поэтому «to» плюс глагол. «He forgot to brush зубы». Но здесь мы говорим не просто «зубы», а именно «свои зубы», то есть «его зубы». «To brush his teeth». То есть, опять же, по-русски так, но мы говорили, когда вот какая-то часть тела, то очень часто требуется именно распоряжательное местоимение. «He forgot to brush his teeth». Опять же, здесь также можно было бы употребить и слово «clean». И так и так встречается. Или «brush» или «clean». Отлично. «Set», «set», «set». «I've just set up this program». «Brush». «He forgot to brush his teeth». «Уменьшать», «снижать», «набирать цену». Это глагол «decrease». И также может быть существительным там «снижение», «уменьшение». Противоположное по значению слова «увеличивать», «increase». И также может быть существительным «увеличение», «increase», «decrease». «Уменьшать», «уменьшение», «increase», «увеличивать», «увеличение». «Они снизили цену». «Они снизили цену в этом году». Видите, в этом году «this year» указывает на «price imperfect». «Поэтому они снизили», «they've decreased», «цену». «И выражение снизит цену». «Имназ «the» «decrease» «the price». «Ублищить цены», «increase the price». «Поэтому «they've decreased» «the price» в этом году». «This year». «They've decreased the price this year». «They've decreased the price this year». «Происходить», «случаться». «Happen». «Он сказал, что это уже произошло». «Он сказал что». «He said that». «Это уже произошло». «Видите, это произошло раньше», «пред прошедшее время». «Past perfect». «Это уже». «It had already». «Произошло». «Happened». «Already» ставится посередине. «It had already happened». «He said that». «It had already happened». «He said that». «It had already happened». «Decrease». «Increase». «They've decreased the price this year». «Happen». «He said that it had already happened». «Предолевать», например, какие-то трудности, это глагол «overcome». «Overcome». «Overcame», «overcame», «overcome». «Overcame», 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 «overcome». «Я хочу сказать тебе, что я преодолел все эти трудности». Так, вначале, видите, вводная фраза. «Я хочу», «I want», «сказать тебе». «Указание кому-то», значит, форму «tell». «I want to tell you», «что», «that», «I want to tell you that», «я преодолел», «I overcame». «Помолчение» используем обычное прошедшее время. «I overcame», «все те», «all», «those», «трудности», «difficulties». «I want to tell you that», «I overcame all these difficulties». «Жаловаться», «complain», «там жаловаться на что-то», «на кого-то», «это complain about». То есть, именно «about», «прилог», «complain about», «complain about». «Я не собираюсь», «жаловаться на это». «Я не собираюсь», «то конструкция «I'm not going to», то есть «I'm going to», «я собираюсь», «я не собираюсь», «I'm not going to», «жаловаться», «to complain», «и на это», «about it». «I'm not going to complain about it», «I'm not going to complain about it». «Overcome», «overcame», «overcome», «I want to tell you that I overcame all these difficulties». «Complain about», «I'm not going to complain about it». «Думать» будет «think», «think», «thought», «thought». Видите, здесь долгота, по-моему, как «покупать». «Buy», «bought», «bought», «think», «thought», «thought». «Если честно, я никогда не думал об этом». Итак, если честно, это оборот «to be honest», «to be honest». Да, как, кстати, произносится «honest», «honest», «is», «honest», «to be honest», «я никогда не думал об этом». Значит, помочение используется в контексте, что верное в настоящее время, то есть никогда используем здесь «prism perfect». «Я никогда не», «I've never», «думал», «I've never thought», «об этом», «about it». «To be honest», «I've never thought about it». «To be honest», «I've never thought about it». Далее, «положить», «класть» – это «lay». Есть такой глагол, как «lay». Эти «lay», «laid», «late». Давайте как раз здесь полируем форму этого глагола. «Он положил книгу на пол». «Он положил». «He laid» – книгу. Опять же, вместо какую-то конкретную. «He laid» – «the book на пол». Это фраза «on the floor». «He laid the book on the floor». В принципе, обычный встречается «put», это более такой глагол общий, универсальный глагол, но иногда, конечно, реже намного встречается «lay», и это неправильный глагол, то есть полезно знать формы. «He laid the book on the floor». «He laid the book on the floor». «Think», «thought», «thought». «To be honest», «I've never thought about it». «Lay», «laid», «laid». «He laid the book on the floor». И, конечно, здесь не нужно путать с другим глаголом. Это глагол «lie». «Lie», то есть «lie». Это, может быть, мы говорили правильным глаголом «врать», или «lie», «лежать». И здесь данный глагол тоже неправильный. И с неправильной формой, то «lie». И форма получается «lay», «lane». Это «лежать». Помните, прежде «lie down», там «lay down», «lane down». А здесь именно «положить». Это другой глагол. Именно такие формы «lay», «laid», «lady». «He laid the book on the floor». Брать «take», «take», «took», «taken», «take», «took», «taken». Я был действительно удивлен, когда выяснил, что занял первое место. Вначале идет один временной план. То есть «я был действительно удивлен, когда выяснил». Я был, I was, действительно удивлен, I was really surprised, когда выяснил, когда, when, выяснил. И здесь грамматически нужно поставить еще раз подлежащее. То есть «когда я выяснил», when I found out, что, that, занял. А занял до этого, поэтому нужно ставить предпрошедшее время, употреблять. Но, опять же, грамматически требуется еще раз поставить подлежащее. That – занимать первое место, take the first place. То есть подлежащее. That I занял, то есть take в past perfect, that I had taken первое место. The first place. Да, именно так. I was really surprised when I found out that I had taken the first place. I was really surprised when I found out that I had taken the first place. Спать. Sleep. Sleep. Слэпт. 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 Пока он спал, они смотрели фильм. Мы видим два длительных действия в прошлом. Указывает им слово «пока» или «в то время как» это слово «while». То есть «while». Он спал. То есть «пас» continues. «While he was sleeping». «Они смотрели». Смотреть фильм – это «watch a movie». Не смотрели. They were watching фильм – это «movie». While he was sleeping, they were watching a movie. While he was sleeping, they were watching a movie. Take took taken. I was really surprised when I found out that I had taken the first place. Sleep. Слэпт. Слэпт. While he was sleeping, they were watching a movie. Отказывается. Refuse. Ловите им на «и». Refuse. Refuse. Он отказался отвечать на этот вопрос. Он отказался. He refused. Отвечать. Непродная форма «что делать», поэтому «to» плюс глагол. He refused to answer – на этот вопрос. Отвечать на какой-то вопрос, ведь она в английском здесь не переводится. То есть просто answer – это вопрос. Answer this question. He refused to answer this question. He refused to answer this question. Инвестировать. Вкладывать. Invest. Invest. Он вложил около 10 тысяч долларов в этот проект. Он вложил. He invested около, about 10 тысяч. 10 thousand. С здесь не добавляются. А вот когда уже указывается чего, там долларов, к примеру, здесь, то здесь уже с S. Thousand dollars в этот проект. In this project. He invested about 10 thousand dollars in this project. He invested about 10 thousand dollars in this project. Refuse. He refused to answer this question. Invest. He invested about 10 thousand dollars in this project. Записывать. Записывать. Аудио или видео. Это record. Record. Они записали новый альбом в этом году. Так видите, в этом году, в this year, указывает на present perfect. Они записали. They've recorded. Новый альбом. A new album. A new album. В этом году. This year. They've recorded a new album this year. They've recorded a new album this year. Заканчивать. Finish. Finish. Я только что закончил свою работу. Только что just указывает на present perfect. Я только что. I've just закончил, finished, свою работу. То есть мою работу. My work. I've just finished my work. I've just finished my work. Record. They've recorded a new album this year. Finish. I've just finished my work. Танцевать. Dance. Это британский вариант. Американский. Dance. Пока она танцевала, он наблюдал за ней. Видите, пока или в то время как while указывает на past continuous. Два одновременно глидных действия в прошлом. Пока. While. Она танцевала. While. She was dancing. While she was dancing. Он наблюдал. Наблюдать. Это watch. He was watching. За ней. The watch. Это смотреть, например, какое-то видео. И watch. Также наблюдать. И видите, за. То есть предлог здесь в английском не переводится. То есть просто watching. То есть ней. Her. Watching her. He was watching her. While she was dancing. He was watching her. While she was dancing. He was watching her. Использовать. Пользоваться. Use. Use. Я все еще пользуюсь этим приложением, потому что оно кажется невероятно полезным. Все еще still, временный указатель времени, present continuous. То есть я все еще пользуюсь этим приложением. This application. I'm still using this application, потому что, because, оно кажется, оно кажется, it seems невероятно, incredibly полезным, useful. Да, конечно, можно было бы сказать, там, very useful, там, очень полезным, или really useful, действительно полезным. Но это ведь уже более сложный уровень. Такие уже более, такие, достаточно, вот такие сложные вообще конструкции и слова. И как раз, вот, если употреблять именно более сложные слова, в частности, усилительные такие слова, то, конечно, это уже демонстрирует более высокий уровень. Это здорово. Incredibly useful. Там, incredibly difficult. Наверное, сложный. И да, видите, seem не употребляется в continuous, поэтому просто present simple. It seems incredibly useful. То есть вообще. Так же и в самом вообще. Весь в контексте. I'm still using this application, because it seems incredibly useful. I'm still using this application, because it seems incredibly useful. Dance. While she was dancing, he was watching her. Yes. I'm still using this application, because it seems incredibly useful. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist.